Развитие медицины и в частности первичной медико-санитарной помощи сложно представить без грамотных врачей и медицинских сестер. Для подготовки последней в Казахстане разработана целая дорожная карта по модернизации сестринского образования. Благодаря ей новую специальность медсестра расширенной практики получили более 300 выпускников. Такие специалисты не только облегчат труд врачей, но и в некоторых случаях смогут выполнять части их работы. Жанна Рдулатова удалось познакомиться и поговорить с одной из выпускниц. В народе медсестер принято считать специалистами, которые выполняют простые задачи. Но мало кто понимает, что за спинами многих врачей стоит целая армия таких вот медсестер, защищающих наше с вами здоровье. И без которых работа по сути просто остановится. А для того, чтобы работа продолжалась в привычном ритме, сегодня в республике трудятся 120 тысяч медсестер. Теперь ответственности на них будет больше начинать. Менять систему здравоохранения нужно со специалистов, уверены в Минздраве. Вот и казахстанским сестрам дадут новый статус. При должном образовании они легко смогут даже заменить врача в некоторых ситуациях. Конечно, нам стало работать намного легче. Новые медсестры берут на себя часть работы, которую раньше выполняли врачи. Они составляют опросы, могут прописать лекарства, питание для пациентов. Мы стали больше времени уделять пациентам, а не заполнению бумаг. Поэтому уменьшились и очереди в поликлиниках. Айкен Исбасар одна из первых примерила на себя новое звание. Медсестра расширенной практики. Она проучилась три с половиной года в колледже. Вспоминает, что тогда в группу набирали только лучших. Тех, у кого были самые высокие баллы по ЕНТ. Теперь Айкен правая рука одного из врачей десятой поликлиники. Мне дали кабинет. Я работаю там, даю консультацию пациентам. Основное мое преимущество – это я работаю как врач. Мы в одной степени работаем. Отличаюсь от типовой медсестры в том, что я работаю как доктор. Я консультирую, выписываю лекарства, их самостоятельно принимаю и оставлю сестеринский диагноз. Сестер новой формации в Казахстане начали готовить четыре года назад. Первые выпустились в нынешнем году. Это более 300 человек готовят таких специалистов в 15 учебных заведений. Так как методика обучения в корне поменялась, им необходимо было открыть специальный курс с новой европейской методикой преподавания. Был введен новый уровень медицинских колледжей, то есть высшие медицинские колледжи. То есть тот медицинский колледж, который претендует на реализацию программ прикладного бакалавриата, он должен пройти лицензирование, получить, то есть предварительно пройти аккредитацию, подтвердить свой статус. А пока реорганизованные колледжи набирают новых студентов, их первые выпускники уже приступили к своим обязанностям. Обещают медсестрам новой формации поднять и зарплату. Сейчас в среднем они зарабатывают порядка 60 тысяч тенге. Получить образование, к слову, могут и действующие специалисты колледжа, проводят переподготовку. По информации Минздрава, уже в ближайшем будущем 70% медсестер страны будут работать по-новому. Жанар Дулатова, Асхат Каракайши, Фаят Дусинбаев, Хабар 24, Астана.